Кто такая? Твоя девочка! Алиса, позвали меня ваше величество! А это кто такие? Откуда мне знать? Это не мое дело! Перевернувайся! Перевернувайся! Встать! Отрубить его! Сегодня в театре «Переход» с гастролями из Москвы детско-инклюзивная театральная студия «Сны Алисы». У коллектива это представление премьерное. Для дебюта выбрали роман Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес». В каждом новом акте Алису играет новая героиня. Но есть важная особенность. Студия наша инклюзивная. И для нас понятие инклюзии очень широкое. То есть у нас и нормотипичные дети, и дети с особенностями. То есть наша студия, она как модель общества, в которой мы показываем, что дети могут не только на сцене вместе существовать, но и в жизни. И модель эта работает прекрасно. Например, девочка Саша, которая играет Алису, первое время на сцене боялась и слово произнести. Однако над ней взял опеку ее товарищ Федя. Вот он, играет Грифона. И теперь ребята громко и четко играют своих героев. Это очень большой толчок позитивного развития, я имею в виду. Потому что дети учатся взаимодействовать друг с другом. Они учатся общаться со взрослыми, потому что взрослые им дают какие-то рекомендации. Ну, например, там, прочитай, расскажи. Тут нужно посмеяться, тут нужно пообщаться. Когда дети учат модели поведения, несмотря на то, что это спектакль, они потом эту модель перенимают и используют ее, когда уходят в обычную жизнь, вне рамках театра. Премьера спектакля «Алиса в стране чудес» стала возможна благодаря клинике «Семейная». Это один из ее благотворительных проектов. Одна из ключевых наших программ – это детско-инклюзивная студия «Сны Алисы». Мы занимаемся социальной адаптацией детей с особенностями развития. Сначала поставили планку, что вроде дети от 5 лет. Сейчас эта планка достаточно так плавающая, плюс-минус 5 лет. Убрали верхнюю границу, потому что у нас есть филиал в городе Долгопрудный в Московской области. Там есть молодые и взрослые. Ну, собственно, вот, занимаемся популяризацией инклюзивной культуры. От спектакля зрители остались в восторге. Впереди выступление еще на двух площадках, чтобы показать эту миниатюрную модель нового прекрасного мира, в котором дети могут прекрасно сосуществовать. Ведь, как было сказано в самом спектакле… На сегодня третье и самое главное, что обо всем этом подумаете вы! Спасибо! Валерий Седов, Дмитрий Ефимов, телекомпания, город.